Мама, Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эхан. Давайте повернитесь вот к своему соседу, знаете, к своему ближнему, тот, кто рядом. И скажи, мир субботы, мир Божий в твою жизнь. Пусть Господь благословит тебя обильно. Шаббат шалом. Давайте мы встанем и благословим Господа. Благословен ты, Господь Бог, Царь Вселенной, подаривший нам свою Тору, избравший нас из среды всех народов. Ты заплатил дорогую цену, чтобы сегодня мы могли иметь спасение. Сегодня ты заплатил за каждого из нас, и мы стоим на этом месте как подтверждение твоей славы. Амин. Давайте мы присядем. Итак, недельный раздел Торы. Называется «Ки-Ти-Це». Это 49-й раздел Торы, 6-й раздел книги «Дворим». И свое имя получил по первому значимому слову текста и содержит стихи с 21-й главой 10-й стих по 25-ю главу. И это продолжение вот прошлого, то, что мы говорили о Шуфтим, о Судьях, и мы смотрим дальше. Мы увидим, как Бог раскрывает свое вот это понимание. Помните, да, что правда, да, у каждого, у нас есть мнение о правде, да, у каждого свое понимание и представление правды. Но есть нечто, что объединяет, то, что раскрывает. То есть это Писание, это Бог, который говорит, это белое, это черное, так можно делать, так делать нельзя. И если мы увидим в этой главе, там есть интересный момент. И там написано «Сделай себе на краях одежды кисточки», то есть цицит. Вот это то, что вот видите здесь, да? Вот такие кисточки надо было сделать. И это так называемый видимый знак Завета. Почему? Потому что, какие вы знаете видимые знаки Завета? Обрезание. Спасибо, Рэба. Есть, что еще у нас есть? У нас есть мезуза, да, когда ты выходишь, напиши ее на косяках двери, да, на входе, когда входишь и выходишь. Что мы еще знаем? Тфилин, правильно. То есть мы одеваем его на лоб и на руку, да, пусть она будет повязкой над глазами и на руке твоей. И каждый раз, когда ты это делаешь, ты вспоминаешь Бога. Это видимые знаки Завета. Кипа – это просто галахическая традиция, это не Тора, это не Талмуд, это просто галаха. То есть это общинская такая традиция. Она стала еврейской, поэтому мы, как еврейская община, соблюдаем и эту. Но я хотел бы вам о чем сказать. Смотрите, есть понимание видимого знака Завета, да? И что мы иногда смотрим? Мы порой смотрим на что? На внутреннее. И мы говорим, ну, это без этого не работает. И это правда. Вера без дел что? Она мертва сама по себе. И если мы смотрим на этот раздел Тора Китаце, когда выйдешь, мы видим, что действие, мы видим, что Бог говорит об определенных действиях. Он говорит, что-то должно быть так, что-то должно быть так, то, что подтверждает то, что ты являешься моим сыном, то, что ты являешься призванным мной. И давайте откроем второзаконие, 24 глава, 14 стиха. Не обижай наемника, бедного и нищего из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих. В тот день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждет его душа, чтобы он не возобил на тебя Господу и не было на тебе греха. Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен наказываемым смертью за свое преступление. Не суди превратно пришельца, сироту, и удовы не бери одежды в залог. И вы спросите, в чем же параллель? Причем здесь вот этот цицит, да, видимый знак завета, и вот этот момент, не суди, да, не делай каких-то определенных моментов. Я вам говорил о том, что внутреннее, внешнее и внутреннее, оно должно соответствовать. У нас есть, мы народ крайностей. Мы всегда бросаемся в крайности, или туда, или туда. То есть, иногда у нас есть внешние, да, знаки завета, но у нас нет внутреннего. А бывает наоборот, мы уже до такой степени жители небес, что не замечаем рядом людей, которые нуждаются в нашей помощи. И поэтому Бог говорит, будьте кем? Исполнителями слова. Делайте, что вам говорят. Пусть ваша внутренняя сущность выражается в ваших делах. Ребе Яков, вы помните, в послании в Брит-Хадаша, он говорит, покажи мне свою веру, состоящую из слов, а я покажу тебе свою веру, состоящую из дел. И то, и то важно. И поэтому Тора подчеркивает нам, что это важно, чтобы наше внутреннее наполнение соответствовало нашему внешнему. Почему? Потому что дальше мы можем видеть историю с Ешуа, который встречает определенных людей, которые в него уверовали, да? И он говорит, что... Он говорит, что это Иоанна 8, глава 1, 33 стих. И тогда сказал Ешуа к уверовавшим в него иудеям. Если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики. Очень хороший момент. Если мы пребываем в его слове, мы его ученики. И дальше. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Ему отвечали, мы семья Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь? Сделаешь нас свободными. И в этой же главе мы читаем, в этой, которую я сейчас комментирую, мы читаем, помни, что ты был рабом в доме Египта, в Египте, в доме фараона. И Господь вывел рукой крепко тебя из Египта. Бог напоминает нам. Бог напоминает нам, кто мы. Он напоминает, что Он заключил с нами завет. Бог напоминает нам, что наше внешнее должно соответствовать нашему внутреннему, а наше внутреннее должно подчеркиваться нашим настоящим. Каким образом во времена Ишуа можно было узнать, что человек знает истинного Бога? Это вопрос. Я вам скажу, каким образом. По внешним знакам и по его поступкам. Люди видели, что кто-то ходил, например, они видели, что, например, были языческие праздники, да, там все шли на Ариапак устраивать гульбище, а евреи не шли. Это было свидетельством того, что они люди, знающие Бога. Это было реальное подтверждение. Если они шли, вы знаете, для меня было очень серьезное потрясение, когда я начал изучать историю древнего мира, но не так, как мы изучаем его в школе. Почему? Потому что у нас все красиво, чинно, благопристойно. Ну, например, в Римской империи ребенок до шести месяцев считался вещью. Отец до шести месяцев решал, жить ребенку или не жить. Он считал, можно его, ну, как бы, ну, вот не нравится, он его выкинул, ему еще никто не сказал ничего. Это вещь. Через шесть месяцев душа входит, и тогда, ну, то есть, страшно. Греки были вообще хорошие ребята, они детей не убивали, они их просто оставляли и уходили. И поэтому у верующих, верующие в Ешуа, они сделали такой обычай, что они выставляли людей за городом, специально в тех местах, куда выкидывали детей. И когда кто-то их выкидывал, они брали этого ребенка, усыновляли, удочеряли, взращивали их в веру, и таких детей называли детьми любви. Вот вам не история. Скажите мне, это внешний, понимаете, да? И поэтому Господь очень серьезно говорит, помните, кто вы, какой ценой вы куплены. Потому что можно запутаться во внешнем и потерять внутреннее. И можно так уйти во внутреннее, что не видеть внешнее. Всегда Бог предупреждает нас об этом. И времени еще есть, и я хотел спросить вас, скажите, пожалуйста, какой талит носил раби Ешуа? Какой талит носил наш Спаситель, Иисус Христос, Ешуа Мессия? Правильно, не носил. Он носил только цицит. Потому что вся его одежда, это уже было молитвенное покрывало. И все люди видели этих людей, которые шли в одежде, у них были четырехугольные, на четырех концах должны были быть цицит. И каждый раз, когда они шли, все люди видели, о, вот это идет человек, который не от этого мира. Это сегодня у нас есть молитвенное покрывало, это уже потом, это уже через, после разрушения храма, после того, как народ был раскинут по всем, возникла вот эта традиция, одевать молитвенное покрывало. Но тогда евреи каждый день пребывали в этом. То есть каждый день на них была одета одежда, которая говорила, они священники, они посвящены Богу, они должны делать, и это была ответственность. Потому что если это делал язычник, все понимали, это делает язычник. А если человек вот такими вещами, ну, все, проблемы. Потому что мы читаем, что? Если евреи, например, помните заповедь самая важная какая? Чтобы мы жили долго и счастливо, какая? «Почитай отца и мать». Помните эту заповедь? А если, например, сын был дерзкий, что он не слушал отца и мать, если он грубил, обижал их, не дай Бог, правильно, его выводили и забивали камнями. Вот представляете, как это серьезно влияло порою как бы на то, чтобы, на поступок. То есть это говорило, помни, кто ты. Но если не было внутреннего содержания, Мишола говорил, вы делаете себе длинные кисти, вы носите большие тфелины, но в реальности вы кто? Гробы окрашенные. Почему? Потому что ваша внутренняя сущность не соответствует внешнему наполнению. И поэтому мы, как община Нового Завета, нуждаемся в этом. Мы нуждаемся, чтобы Дух Святой, Руаха Кудеш, который в нас, Он вел нас в этой жизни. И чтобы наши внешние какие-то действия, они были подкреплены нашей внутренней сущностью. Что Ишуа говорит тем, кто уверовал в Него? Пребывайте в Слове Моем, и тогда вы истинно Мои ученики. И в этой недельной главе Тора тоже говорится, не забывайте, что говорю вам я. Это важно. Важно помнить Слово Божье. Важно знать, что это Писание изменяет мышление, изменяет сущность и наша внешность. Помните, как говорил Ребе Шауль, апостол Павел? Кто крал, впредь не крати, но своими руками добывай хлеб. И кто он говорил, что дальше, что? Он говорил о милосердии, о милости. Но это был уже результат измененного внешнего. Понимаете, о чем я говорю? И сегодня мы, как община Нового Завета, нуждаемся и в этом внешнем, и мы нуждаемся во внутреннем. Мы очень нуждаемся в Слове. Мы нуждаемся в том, чтобы это Слово входило в наше мышление и изменяло нас. Я вчера был в лагере. Очень классно. Привет всем. И у нас была такая ситуация. Выключился свет. Не было света. И ребята с Черновцов, молодые, приехали. Я так был удивлен. 27, такая толпа идет молодежи. 27 человек. 27. И они верят в Ешову. И те, которые в прошлом году принимали ТВИО, они были. Я смотрел, думаю, вау. И вот мы сидим, значит, света нет. И одна сестра говорит, а что же нам делать? Ну, что нам делать? А второй брат сидит, говорит, а может помолимся? Ну, давайте мы помолимся. Мы помолились. И знаете, так была молитва, что Боже, пусть этот включенный свет будет свидетельством для них в Твоей реальности. Через минуту загорелся свет. Я был удивлен, потому что это дети, да, их внутренняя вера, она выразилась в их действии. И Бог пришел на это внутреннее действие. Поэтому, если в вашей сегодня жизни вы видите несокрушимую проблему, вспомните ту женщину, которая страдала кровотечением много-много лет. Она увидела Ешова, идущего сквозь толпу. У него был креп, помните, она прикоснулась к краю одежды. На самом деле она прикоснулась к цицит, на греческом языке криптисон, то есть или край одежды. Она схватилась за эту кисточку и кричит, помилуй, ну помните, да, он говорит, что случилось? Кто прикоснулся ко мне? И помните, произошло исцеление. Берите Господа, идите к Нему, приближайтесь к Нему, не бойтесь, говорите к Нему, и Он ответит вам. И вы увидите реальность, реальность Божьей славы. Поэтому пребывайте в Слове, и истина сделает вас свободными. Шалом. Аплодисменты.